Разработка и усовершенствование генплана Самары будет проводиться собственными силами Департамента градостроительства. Для этого привлекут профессиональные сообщества. Действующий генеральный план развития Самары, который утвердили в 2008 году, был рассчитан на 7 лет. Поэтому в 2016-м заключили муниципальные контракты, по конкурсу определили организацию для разработки и комплексных внесений изменений в документ. Долгожданным решением станет перевод земель дачных товариществ поселка Прибрежный в черту городского округа Самара. Одним из важнейших моментов является смена зонирования участка парка 60-летия октября на рекреационную зону, что позволит поставить точку в теме сохранения парка от застройки. Мы организовали работу также собственными силами Департамента по точечному внесению изменений в действующий генплан города. Как раз одной из таких точек был территория парка 60-летия советской власти, по которой мы в этом проекте внесения изменений в генплан, по которым мы уже сейчас начали с публичной слушания до 26 октября, определили, изменили зону с общественно-деловой на зону естественного природного ландшафта. У Самары в скором времени появится свой дизайн-код. Документ, который уже разработан, поможет вывести работу по реализации программы формирования комфортной городской среды на регулярную контролируемую основу и позволит создать такой облик города, в котором все элементы будут между собой сочетаться. Он поможет оформить город в единой стилистике, учитывая все архитектурные особенности Самары. В любом случае мы это вынесем еще и на общественную палату с вашим участием, и тогда уже будем рекомендовать всем районам, и, соответственно, сами будем придерживаться этого правила, вырезать кода и, конечно, работать с нашими учреждениями, организациями. В последнее время было большое количество обращений органов местного самоуправления, я имею в виду, прежде всего, внутригородских муниципальных районов и простых граждан, да и представителей бизнеса с предложением принять какие-то действительные меры для того, чтобы сохранить наследие чемпионата мира 2018 года и предпринять какие-то усилия по мероприятиям и улучшению внешнего вида города. Также на Совете по градостроительству был представлен проект застройки нового квартала, который может появиться в границах улиц Ульяновской, Галактионовской, Ярмарочной и Самарской. Проектировщики выполнили его нестандартно, с многоуровневым и многофункциональным зонированием. По мнению архитекторов, проект интересен с точки зрения дизайна и развития территории. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.